Поклёб и сплетник Когда ты передаёшь чьи-то слова кому-то Имам Хасан Аль-Басри был известным имамом Пришёл к нему один человек И сказал ему, ой имам, такой-то Сказал про тебя такие-то, такие-то плохие слова Вот что же нам делать, если кто-то придёт и скажет нам о том, что кто-то про нас что-то плохое сказал То, что мы сегодня делаем, это когда мы слышим что-то подобное Да какое право он имеет такого говорить и начинаем в ответ говорить что-то о нём Мы хотим вылечить поклёб и сплетни поклёбом и сплетни И в ответ на поношение и ругательство отвечаем ругательственным поношением А что же сделал великий имам Хасан Аль-Басри, когда ему передали подобное? Хасан Аль-Басри сказал этому человеку Шайтан, говорит, не нашёл другого посланника? То есть шайтан никого не нашёл прийти ко мне с этими сплетнями кроме тебя? Ты являешься посланником Иблиса? Если мы начнём говорить каждому, кто приходит тебе с какими-то сплетнями, передаёт какие-то слова, что кто-то про тебя что-то плохое сказал И мы будем говорить, ты являешься посланником Иблиса? Перестанут люди передавать друг другу что-то плохое Никто подобного не делал с пророком Саусом Не было ничего подобного в маджлисах салифов, в маджлисах имамов, чтобы кто-то передавал кому-то сплетни поклёб Если ты говоришь о чём-то, то говори только добро или молчи